Радио Вера представляет «Разлуки не будет». Федерико де Граф у нас сегодня в гостях. Наши досье. Федерико де Граф родилась в Индонезии, выросла в Голландии. Под влиянием митрополита Антония Суржского приняла православие. 23 года была прихожанкой храма в Лондоне, где служил владыка Антоний. Получила медицинское образование, работала в онкологических больницах и хосписах Лондона. В 2001 году по благословению митрополита Антония приехала в Россию. С 2002 года работает в качестве рефлексотерапевта и психолога в Первом московском хосписе. Какое интересное название у вашей книги «Разлуки не будет». Почему она так называется? Мы долго обсуждали, какое название книги, дать книге. И мы решили, что «Разлуки не будет», потому что почти последняя встреча, которая у меня была в Лондоне с Владимиром Антонием Суржском, незадолго до его смерти, он мне посмотрел своими глазами, такие пронзительные глаза у него, глубокие и карие. Он мне говорит, знаешь что, «Разлука не будет ни с тобой, ни с кем, ни с приходом». И очевидно он говорил про предстоящую свою смерть. И он знал, когда он умрет, не сказал мне, но знал, 4 августа. И он так твердо сказал, «Разлуки не будет». И связанная с тематикой моей книги, я поэтому избрал вот это название книги. То есть она посвящена митрополиту Антонию Суржскому? Нет. Книга посвящена опыту, я бы сказала, всех людей, которые стояли перед кризисом. Перед кризисом страдания, умирания и смертью, и переживания горя. И много было, конечно, большой опыт был у митрополита Антонии. И я цитирую его часто, потому что он сам был врачом и стал потом монахом, и стал потом митрополитом постепенно. И опыт у него очень глубокий. И я поделюсь или стараюсь поделиться с читателями, чтобы им дать какой-то, может быть, стержень, чтобы увидеть, что есть другие подходы к тому, что происходит в жизни. Что когда есть кризис, когда есть боль, когда есть страдания, чтобы не упасть сразу же в отчаяние и так далее. Но об этом книга идет. Мы вернемся к книге «Разлука не будет» чуть позже в нашей программе. А вот сейчас хотелось бы поговорить вот о чем. Буквально несколько минут. Я тут, кстати, на одном новостном канале вычитал, что, я не знаю, как в других городах России происходит, оказывается, 17-19% москвичей хотели бы уехать из страны. Не по политическим, кстати, причинам. По разным причинам. У Фредерики де Граф история совершенно другая. Она из Западной Европы, из Нидерландов. Очень много лет назад захотела оттуда, из Европы, переехать в Россию. Вот мы хотели бы немножко поговорить о том, почему у вас возникло такое желание, и как вы совершили вот такой вот поступок, можно сказать. Это же, я так понимаю, еще произошло в советские времена. Ну, это постепенно было. Я училась в МГУ, я окончил факультет университета словистики. Я здесь 9 месяцев стажировала после окончания факультета в Голландии. И когда я уезжала, я знала почему-то изнутри, что я буду здесь жить. Я об этом говорила с Владикой Антонией, когда я переехала в Лондон, он там будет у него в приходе, и он мне говорит, я думаю, что теперь едешь, но пока подумаем. Если он говорит «подумаем», это говорит о том, что он будет молиться. Много лет прошло, и в один день он, я его спрашиваю, когда у нас была конференция, ежегодная конференция для всех православных христиан в Англии, в Великобритании и Ирландии. И во время завтрака он разговаривал с русскими, много было после перестройки, много приехали из России. Он с ними поговорил, и он рассказывал, как он сам всегда хотел жить в России, что Богу не было угодно, он должен был быть на Западе. И я его просто, я сидела напротив него и спросила, а как насчёт меня переехать или не переехать? Просто так ещё раз спросила. И он посмотрел на меня и говорит, на твоём месте я переехала бы, потому что идти там нужна. И потом продолжал свою беседу с русскими. И с этого началось. Я давно знала, что я здесь буду. У меня была своя клиника, я акупунктирист, рефлекситтерапевт по-русски. И 12 лет у меня была очень удачная клиника. И во время моего пребывания в Англии, 23 года там жила, приезжали очень больные дети на операции, на сердечные операции, потому что это был такой договор между Россией и Англией. Они приехали в крупные больницы на операции, и много из них детей, они были уже смертники, они умерли во время или после операции. Я там была приглашена в качество переводчицы. И встретилась там с многими мамами, которые, конечно, были в ужасе. Они думали, что Англия будет спасать моего ребёнка, и вдруг ребёнок умер. И был один мальчик, 8-летний мальчик, который уже, когда приехал, он уже был синий, синий нос был, и отказали в его операции, потому что дали, но они начали бояться, я думаю, что столько детей уже умерли. И мне было очень жалко его и маме, потому что мало кто на Западе представляет, как это трудно, чтобы получить бумаги, деньги, разрешения, чтобы поехать, особенно после перестройки, в Англию. Конечно, утопия Англии, что там спасают всех. И так не вышло. Я тогда кончила университет, акупунктура уже, но четыре года там училась. И я просто сказала, ну, может быть, я могу что-то делать. Не потому что я думала, что я могу что-то делать, но хоть бы кто-то заинтересовался, заинтересован был им. И, к своему удивлению, ему стало лучше. И они мне говорили, когда вы будете в России, мы приедем. Я спрашиваю, а вы далеко живёте? Нет, нет, близко. Начнем поездом. Я думаю, что в Англии начнем поезд, это до Шотландии. Так что для нас это далеко-далеко. И так и получилось. Я приехала в Москву как доброволец, и его лечила, и других детей, и других мам. А он выжил, да, этот мальчик? Он выжил. Он выжил до 17 лет без всякого лечения. Даже Министерство здравоохранения в Нижнем Новгороде дал деньги, чтобы ещё раз лечиться в Лондоне. И он жил до 17 лет, когда гормональный был, сдвиг такой. И вот так он умер. Но он сам отказался от операции, потому что он видел, что много своих друзей в больнице уже умерли. И он сам попросил, чтобы лечиться у меня в моей клинике в Лондоне. И так получилось. И тогда я увидела, что есть огромная нужда, особенно для тех, которые, ну, не очень состоятельные, можно сказать. И все это началось, я думаю. И постепенно это росло, вот это желание. И я думаю, что Владыка меня благословил, потому что он видел, что у меня, наверное, я думаю, что хватает сил, чтобы жить в России. Не потому что я думаю, что так хорошо, так легко. Далеко не так. Я вижу, как и что происходит. Но так решила. Но не сразу же. Не жалеете вы? Нет, никак. Никак. Нелегко, но никак не жалею. Вы знаете, в чем парадокс удивительный? И Володя, собственно, с этого начал. Очень много людей у нас, живя в России, думают о том, чтобы переехать на Запад. Делают это. Обзаводятся домами там или квартирами, каким-то жильем, чтобы иметь возможность в случае чего переехать в более стабильный регион. Вы совершаете обратный путь. И фактически из стабильной, благополучной Англии приезжаете в начале 2000-х, верно? Да. В нестабильную и неблагополучную Россию. И сейчас говорите, что вы об этом не жалеете. Но это что? Альтруизм? Там, подвиг? Как вы это вообще себе объясняли? Но это же на самом деле здравомыслящий человек, наверное, прошу прощения, покрутил бы у виска и сказал, что нормальные люди так не поступают. Да, я согласна. Часто думают, что я не совсем в своем уме, что как-то с приветом говорят. Или что у меня есть алтир, а другие причины как-то... У меня ничего нет. Я просто вижу перед собой, что можно что-то делать. Не потому что я такая хорошая, но очень конкретно что-то можно делать. И я сама, верующий человек, и думаю, что раз так, так иди, и все. Ну, разве нет в тех же Нидерландах, в Англии тех же самых хосписов? Есть. И разве ваши навыки там бы не пригодились? Пригодились. И легче было бы, конечно. Но там-то возможность, чтобы получить помощь, намного больше, чем здесь. Особенно для бедных. Это не такое хорошее выражение, но... Бедных, а что, так и есть. Да. Так и есть. И, ну, просто так получилось. Я решила очень сознательно. Это не легкий шаг, чтобы переехать. Ну, я сейчас иду просто. Дальше иду. Вы сказали, что вы верующий человек. Собственно, и в вашей книге, где упоминается митрополит Антони Сурожский, многие интервью, в которых вы о нем говорите, свидетельствуют о том, что у вас вера православная. Да. Вы при этом родились в Индонезии, насколько я помню, да? Жили в Голландии. А при чем тут православие? Я думаю, что можно винить в Радик Антони, потому что он приехал в университете в 1975 году, в университете в Гронинген на севере Голландии, и там он читал лекцию про медитацию и молитву. И тогда в первый раз я видел человека, который черный человек, в черном кабанах, да, который приехал, и в нем было видно, что он серьезный, и что, о чем он говорит, это для него правда. Это не просто слова, это от сердца. Хотя я тогда это не поняла, но глубокое впечатление на меня произвела. произвела, и он потом в конце беседы, он говорит, будет говенье для маленького прихода православного в Гронингене, но только для православных. И мы расстались, и когда я была дома, почему-то стало очень явно, что туда надо ехать. И я поехала туда вместе с знакомой моей, которая была полурусской, полу-полуголандкой. Это было во время Великого Пуста, потому что я с опозданием приехала. И они все стояли на коленах. Мне было так жутко, потому что я в жизни не стояла на коленах, и еще не приглашенной, и все равно ее там. Но вот это было начало. И там было две беседы, Владико, и потом он мне сказал, хотите приехать в Лондон, просто на говенье на русском, ну да, хочу. И это все началось. Тогда я приезжала несколько раз в год на говенье, с ним поговорила. Ну, и я говорю, я православный не буду. Но меня окрестили здесь в России, в Москве. Когда я стажировала, стажировка была здесь, в 77-м году я здесь окрестились. Вы сказали про стояние на коленях. Вы знаете, что о православных часто говорят, что это люди, которые, не знаю, занимаются самобичеванием, самоуничижением, стоят опять же на коленях. Вас это смутило? Мне смутило, что они, но что от меня что-то ожидается, чего я еще не знаю почему и как. Я не потому что... Я осуждаю, что они стоят на коленях, но мне был этот неизвестный мир. Поэтому и больше всего, что я была неприклашенной. Я просто пришла сама от себя. Потом не смущало уже стояние на коленях? Нет, это когда растет внутренний мир, когда знаешь почему, тогда это не смущает. Но просто внешне это мне кажется не надо делать. Это изнутри исходит. А потом волей-неволей стоишь на коленах, или не стоишь, когда колено болит, не стоишь, но внутренне стоишь перед Богом. Я помню, что вот у нас на приходе девочка одна, ну, девушка, наверное, там лет 16, ну, 16-20 лет, я так не могу точно сказать, сколько ей. Но вот она... Ну, есть какая-то, да, часть литургии, когда люди преклоняют колени и молятся на коленях. Она никак не хотела вставать. И отец Александр как-то потом подозвал и говорит, что отчего ты на колени-то с нами не встаешь? Она говорит, не знаю, не могу, вот я... Неудобно мне... Он говорит, ну, ничего, встанешь, встанешь. Буквально через полгода, смотрю, уже стоит, как все. А я помню очень смешной случай. Я еще приезжала в Россию просто на летний как-то, на месяц, чтобы школа языков и так далее. И я еще не была крещеной, совсем не думала о том, что стать православным. Я ходила в церковь. Это было тоже наверняка во время Великого Поста, я сейчас думаю. Я помню, над входом в храм, я даже не помню, какой храм, висела икона Спасителя. Я вошла, и одна бабушка стоит рядом со мной, и все вдруг на коленях стоять. И она мне сдернула с руки и говорит, встаньте на колени, он тебе поможет. И в этом первый раз, что так было. Это было так... Для меня даже умилительно, как она без всякой стеремонии, она говорит, встаньте на колени. Потом я выходила из храма, она говорит, он тебе поможет. И дальше пошла. У нас сегодня в гостях Фредерико де Граф. И мы продолжаем наш светлый вечер. Известно, что вы работаете в первом московском хосписе, который благодаря Господу и невероятными усилиями замечательного человека, чудесного врача Веры Миллиончиковой появился в Москве. Он находится на станции метро «Спортивная». И давайте поговорим вот об этой вашей деятельности. Люди там, конечно, находятся в очень тяжелом состоянии. Через ваши руки, через вашу душу, через ваше сердце проходит, ну, сплошным потоком проходит страдания, боль самого человека, который находится в хосписе, его родственников, которым тоже очень нелегко, и которые, конечно, потеряны в этой ситуации, потому что очень много вопросов и очень много незнания, как надо себя вести с таким человеком, который уходит из жизни. Вообще хосписы, это, конечно, благое дело. Я считаю, что нам невероятно повезло, что вот просто у нас появились такие заведения. Очень часто дома невозможно человеку помочь, просто купировать приступы невероятной боли или просто обеспечить ему уход хотя бы. Люди вынуждены оставлять работы, вынуждены находиться с человеком, но родственники оставляют работы, не на что покупать лекарства. Потом родственники все же не профессиональные врачи, а в хосписе есть возможность дать человеку пожить и пожить достойно. Ещё немаловажный момент, тоже такой этический. Мы не очень-то вот... Ну, как-то вот отдать человека в дом престарелых, да, ну, для нормальных людей это как бы, ну, это нечто... Не комильфо, да, согласна. Не то, что... Аллочка, не то, что не комильфо, это, ну, из ряда вон. Согласна. Отдать человека в хоспис, то есть, ну, как бы даже не отдать, а получается сдать человека в хоспис. Это тоже как-то вот надо, чтобы человек дома, чтобы он ушёл из жизни дома, а не в хосписе, на больничной койке и так далее. Вот мы хотим об этом немного поговорить, вот об этой сфере вашей деятельности. Я думаю, что такие мысли есть у людей. Бывает чувство вины, что они думают, что действительно сдали, но это совсем не так. Стоит несколько дней быть в хосписе, они, сами пациенты, не хотят поехать домой, потому что часто на три недели, а потом домой, там потом снова, потому что количество больных, нуждающих очень много. Это не только в Москве, но в регионах со всей России, особенно сейчас. Три недели, и если человек не... если обезболиван и так далее, тогда обычно домой или в другой хоспис переводим его. Но люди изо всех сил стараются не поехать домой часто, потому что эта сдача, мне кажется, если такое слово, это связано с институтом. А у нас совсем не как институт. Там живость, там есть животные, есть рыбки, но это просто и красота, как Достоевский говорил, что красота — это знак жизни. И жизнь там is a billion, потому что тоже отношение к больным, они в центре, по крайней мере, в идеале, они в центре, и то, чего они желают сейчас, мы стараемся им давать. Я помню, вчера у нас лежит сейчас женщина, которая боится ночью, потому что она боится, что будет с ней, и ночью, особенно темноты, она боится. Я искал её лампочку, чтобы она могла просто включить незаметно для других больных лампочку, чтобы не было страшно. И таких из мелочей становится легче людям. Они знают, что они личность, и не просто человек в кровати. Я думаю, что когда они чувствуют, что кто-то их увидел, тогда они могут расслабляться и чувствуют, что они человек. Они не просто человек с болью или с какими-то проблемами, жалобами, но человек, который прежде всего человек. Но вот это идеал Госпеса, чтобы человек был человеком, личность, и чтобы обращение было, ну, как мы с вами, как с близкими людьми. Ну, это немножко сентиментально, но с уважением, по крайней мере, с уважением к человеку. И тогда человек может расслабляться, и это далеко идёт, потому что тогда физические симптомы уменьшаются. Когда человек мне неопряжённый и чувствует, что кто-то его увидел и его как-то уважает, тогда он чувствует себя человеком, и это важнее всего. Я помню сейчас пример человек, который я лечила, я там смотрю и лечу диагноз по пульсу и смотрю, что можно делать, чтобы облегчить какие-то симптомы. И он мне говорит, нет, мне надо, мне надо его слова, мне надо друзей, мне надо, чтобы у меня были друзья, жена и сын. И вот это суть, да, кто-то, который тебя любит вокруг. А если нет одиноких людей, тогда мы должны быть такими людьми для них. Вы уже дважды употребили слово «увидел», да, чтобы кто-то его увидел. Человек хочет, чтобы кто-то его увидел и радуется тому, что кто-то его увидел. Мы-то с вами раньше уже общались, и я понимаю, что вы вкладываете в это слово, но мне бы хотелось, чтобы вы об этом рассказали для наших слушателей. Это же не просто физическим образом увидеть. Вот проходил мимо и увидел, да? А вы же подразумеваете глубинный смысл. Увидеть, ну, как бы сущность человека, что ли, попытаться увидеть его каким-то внутренним зрением. Расскажите об этом, потому что это же очень важный такой момент, это на бегу не получается. На бегу просто, а, вот пробежала, заметила. А это же про другое. Я согласна с вами, это вообще нелегко, потому что мы всегда заняты собой. Я думаю, что это надо, мне кажется, это тренинг какой, чтобы внутренне быть, внутренне себя, чтобы прежде всего увидеть человек перед собой, что он важнее, чем человек, который встречает с ним, и молчать, глубоко молчать внутри, чтобы увидеть, увидеть, что происходит, какие эмоции, какие страхи. Но прежде всего, ну, это немножко пафосно, может быть, образ Божий, который в каждом человеке есть, чтобы обращаться к этому. Не к человеку, который плохо выглядит из-за болезней, но человек, который глубже от этого существует, жив или не жив, или умирает или не умирает, или страдает, или страдает, не страдает. Есть красота, которая глубже от этого. И мне кажется, красота в уходе за людьми, которые стоят перед смертью, вот этот образ становится иногда так явным, так ясным. Это просто захватывающий образ иногда. Видно, что это таинство, каждый человек — таинство. И я думаю, что беда в том, в нашем мире, что мы проходим мимо этого. У нас нет времени, мы заняты, да? Даже медсёстры заняты, потому что укол надо делать, до свидания и так далее. Но увидеть человека, что он уникальный, я бы сказала, это для меня и для каждого человека, мне кажется, крайне важно. Это требует полного самоотречения. Это, знаете как, это задвинуть, не то, что там пододвинуть себя с первого места в своей жизни на второе, это вообще задвинуть себя как-то с самый дальний угол или запереть в кладовке. Между прочим, не всегда хорошо, когда человек полностью забывает о себе. Я думаю, что быть в состоянии оставить себя, надо владеть собой прежде всего, потому что мы не владеем собой, мы не можем оставить себя. Но мне лично помогает, когда стою или сижу перед человеком, который страдает, это нетрудно, потому что страдание помогает забыть про себя. Если там ничего особого нет, это труднее. Тогда приходят мысли, а что будет вечером делать, и что будет ещё делать, и что надо, и так далее. Но когда настоящая просьба или беда перед собой, тогда можно забыть про всё. Это нетрудно. Они дают нам вот эту школу. По крайней мере, я так. Фредерик, я хотел спросить, вот при таком глубоком погружении в проблемы и в состояние тех людей, которым вы помогаете, ну, должна же у вас по-человечески просто какая-то усталость накапливаться? Я не хочу сказать слово «выгорание», но невозможно же отдавать всё время себе. Ну, так действительно можно сгореть. Как вы восстанавливаетесь? Конечно, усталость есть. Душевная усталость. Не столько же физическая усталость, но душевная усталость есть. Когда очень устаю, тогда я говорю, «Господи, ты будь здесь». Я сейчас нечего дать, и он помогает. А вы в этот момент? Я просто, не знаю, поступаю. Куда ты уезжаете? Нет, я вхожу в хоспис, думаю, «Господи, нечего дать». После четырёх месяцев подряд, тогда уже как-то пусто внутри. Ты помоги, потому что я сейчас не могу ничего, сердце уже пусто. И он помогает. Но, конечно, надо передышку иметь, поэтому я в отпуске, и тогда набираю сил. Но тоже это так благочестиво. Но я молюсь тоже за людей. И молчание – это важно после работы, чтобы восстановиться. Вы уезжаете в какой-то уголок просто, чтобы людей вокруг не было, просто куда-то на природу. Ну, дома, когда я после работы дома. А, просто дома, да? После дома. А когда отпуск, тогда восстанавливаюсь больше, глубже. А куда вы ездите, если не секрет? Где восстанавливаются такие люди? Ну, пока я еду или в Англию, или в Голландию, потому что там мои друзья есть, и ещё родственники есть. Я думаю, что буду же, наверное, где-то в России, если могу найти уголок, где можно спокойно быть. Пока не нашла. Может быть, не очень удобный вопрос я хотел бы задать. А вы здесь хотели бы остаться до конца в нашей стране, или вы хотите всё-таки потом уехать туда? Ну, это уже невозможно. У меня русское гражданство сейчас. Мне не надо было отказаться от своего голландского. Совершенно сумасшедший шаг. Когда ты делаешь первый шаг, тогда ты идёшь до конца, по крайней мере, для меня. Ты не переедешь в другую страну, и когда трудно, я обратно поеду. Это не по мне. И я иду, потому как, ну, как Богу угодно, можно сказать, или как мне кажется, что надо, я не люблю это слово «надо». Но мне кажется, я хочу этого, и можно. Да? Ну, очень интересно. Я не люблю слово «надо». Я тоже не люблю, кстати, слово «надо». Может быть, я лишнее скажу, но я ещё не люблю слово «должен». Тоже, я согласна с вами. Ну, если я не должен, конечно, там, если я у Аллы займу, там, 5000 рублей до зарплаты, условно говоря, тогда я должен, да. Ну, в принципе, а вот ты должен то-то и то-то. Я всегда говорю, я никому ничего не должен. Вы знаете, мне кажется, надо говорить про долг, действительно. А если есть отношения с кем-то, да, то ли с друзьями, то ли с Богом, да, тогда ты хочешь. И я всегда думаю, если ты говоришь Богу, ну, надо, надо к тебе, ну, не очень хочется. Он бы сказал, отойдите, я не хочу быть с тобой, да. Если ты хочешь быть со мной, приезжай, приходи, да. А если нет, тогда буду ждать. Я бы когда-то, мой друг или подруга сказала бы, ну, надо к Фредерике, ну, не очень хочется, но надо. Если бы я это знала, я думаю, ну, не приходи, мне это больно. Сейчас наш редактор, который у нас в студии сидит и всякие слова в наушнике говорит. Правильные. Говорит, что мы должны, что нам надо. Сейчас вам надо на секунду прерваться. Мы прерываемся на секунду, вернёмся через минуту. Светлый вечер на Радио Вера Радио Вера представляет Светлый вечер На Радио Вера Это программа Светлый вечер на Радио Вера в студии Владимир Емельянов и Алла Митрофанова. У нас в гостях Фредерико де Граф, волонтёр первого московского хосписа. И мы говорим о очень интересной судьбе этой женщины. Фредерико, вот когда вы говорите о том, что общаетесь с вашими пациентами, иногда даже молчите вместе и прочее, и прочее, стараетесь им как-то помогать. Всё-таки вы христианка, среди них есть люди самые разные, наверняка. Там же нет какого-то отбора по религиозному критерию. К счастью, нет. А как вы с ними говорите на темы, которые вам кажутся именно такими спасительными? Вы же понимаете, как христианка, что спасение во Христе. Это очевидно далеко не всем, это очевидно вам. А им нет. И если им страшно, если им страшно умирать, а это, в общем-то, любому человеку страшно, безусловно. Что вы делаете в таких случаях? Вот люди вас не готовы слышать с тем, что вы им можете передать от себя. Если они не готовы, я молчу. Если нет запроса у человека, молчу. Владыка Антоний говорит, что важнее всего, чтобы рядом был человек, который не боялся, который мог бы просто побыть рядом с человеком и своим, может быть, спокойствием, просто быть рядом. И не говоря ни о чём, но просто передать, что жизнь есть. И если человек... Иногда я спрашиваю, вы верите, что жизнь продолжается, если уже есть какие-то отношения, доверительные с человеком? Вы верите, что есть жизнь после смерти? Если они говорят, нет, я говорю, ну, у вас мама. Обычно мама умерла. А мама с ней в контакте? Да, я каждый вечер с ней разговариваю. И вот это уже пункт прикосновения. Можно сказать, ну, она-то жива. И не чтобы переубедить. Это дело не в этом. Но иногда можно передать то, что... В третьем лице иногда могу сказать, что у меня такой опыт. Вы послушайте, ну, может быть, это не то, ваш опыт. Но это, может быть, со мной случилось. И, к счастью, или, может быть, не к счастью, у меня много близких умерли. И я могу рассказывать им, чтобы они послушали, что случилось с сестрой или с мамой. И они просто смотрят как в зеркало на то, что происходит с другими людьми. И я никогда не проповедую. Я не верю, что надо спасти человека перед смертью. Я думаю, что Господь шире этого. И стараться, чтобы человек стал христианином перед смертью, когда всю жизнь не хотел этого, это неэтично, мне кажется. Дать ему свободу. Свободу и дать ему своим присутствием понять, что он человек и что всё хорошо, как есть. Вместо того, чтобы агитаться вокруг, чтобы стать другим. Это отрицание всей его жизни. Этого нельзя делать. Но если у него есть вопросы, тогда я отвечаю, но только тогда. А внутренне всегда можно молиться за человека. Не вслух, но внутренне. Господи, и Владыка однажды говорит, попроси Христа, чтобы он пришёл. Он всегда есть, но другое дело, чтобы пригласить его. Можно просто молча сказать, будь с нами, помоги. Он помогает ему всех, ему все любимые, мне кажется. Я хотел спросить, это правда, что среди сотрудников хосписа случайных людей не бывает? Что это вот... Я имею в виду в том смысле, что это нужно иметь какую-то совершенно другую психику, совершенно другое сердце, более доброе, что ли, открытое. Я думаю, что до какой-то степени да. Но я бы не сказала, что мы все ангели, совсем не так. Ну, конечно, мы все не ангелы. Я думаю, что очень много молодых есть, которые много научатся, когда они бывают с людьми, которые сидят перед кризисом. Они сами растут. Это дар больных, можно сказать. А те, которые не могут расти, они уходят, я думаю. Но риск, чтобы привыкать к тому, что человек умирает. И это большой риск, я думаю. Потому что если очень, оборот сейчас очень большой, и как раз, когда человек не увидит личность человека, о чем мы говорили раньше, да, что человек увидел его, тогда это будет более, ну, еще один, я это немножко грубо говорю, но я думаю, над этим надо действительно думать, что это был человек, который, он только один раз умирает, да. Мы видим многих, но он только один раз, да. И это таинство. Вы сейчас о проблеме цинизма говорите, да, как я понимаю, что если возникает привыкание... Ну, привыкание, что человек умирает, и, конечно, привыкание есть, это неизбежно, когда много. Но надо, мне кажется, быть очень, значит, то, чтобы сердце осталось открытым перед этим человеком. Хотя, может быть, это уже пятый, да, на этой неделе, но этот человек нуждается в нас сейчас. Пятый на этой неделе. Мне даже представить это очень сложно. Ну, вот схожая ситуация у врачей и медсестер, там, предположим, очень многих, ну, то есть, по очень всех отделений анестезиологии и реанимации. Там же тоже ежедневно происходит у людей расставание с жизнью, и я как-то задал один вопрос хорошему очень анестезиологу, его уже нет в живых, к сожалению. Я говорю, слушай, ну, а как вот это... Я, правда, очень молодой тогда был человек, мне было лет 17-18, я просто практику проходил, в отделении анестезиологии и реанимации в клинике нервных болезней первого меда, когда я в медучилище учился. Я говорю, вот как вы... Он говорит, ты понимаешь, в чем дело? Если я буду вот так вот горячо эмоционально реагировать, как ты сейчас вот прореагировал на уход этого человека, который случился вот у тебя на руках, у тебя на глазах, он говорит, меня хватит на 5 лет максимум, и я пойду вслед за ним. А моя задача их оттуда вытаскивать хотя бы на время. Если я буду с горячим сердцем это делать, я сам расплавлюсь. Я говорю, это не в оправдании ему, а вот именно в понимании того, что происходит. Потому что все-таки реаниматология – это чудо возвращения человека к жизни. Это реально происходит. И когда ты, например, ну, вот как я, мне довелось в свое время быть погруженным в такую среду, там на протяжении года почти я с удовольствием там бесплатно ходил работать, там вот просто и опыта набирался, и мне это очень нравилось. Ничего себе. И в принципе, да, я просто хотел сказать, что вот если бы я связал свою жизнь с медициной, например, как это изначально и планировалось, то, конечно, я бы работал в отделении реанимации, потому что это, мне кажется, что две самые замечательные профессии на свете – это акушер-гинеколог, который жизнь принимает, и анестезиолог-реаниматолог, который эту жизнь пытается вернуть, задержать ее здесь. Хотя, кстати, во многих случаях, как он мне потом сказал, что ты знаешь, а мы иногда-иногда и не спасаем человека. Ну, это понятно. Потому что, да, потому что видно, что он уже собрался, он уже идет туда. Вот зачем его держать? Зачем его задерживать здесь? Это каким-то образом видно? Ты знаешь, я думаю... Физическим образом это может быть видно? Это видно, это физическим образом видно, и, конечно, это их многолетний опыт. Это вот я просто к тому говорю, что, опять же, к вопросу и о выгорании, и к вопросу о неслучайных людях в таких заведениях. Вот, Фредерик, еще хотелось бы вам такой вопрос задать. Ну, в Москве мы более-менее понимаем. У нас там хосписов сколько? 15-20 на наш город, да? Или побольше, или поменьше? По-моему, 9, 7-9. А как дела с хосписами обстоят в регионах? В регионах есть, они растут сейчас, но проблема, чтобы обучение, что обучат, потому что человек... Очень много людей боятся смерти, и, конечно, включая медсестры и врачи. И пока есть страхи, тогда есть защиты, и тогда ты не можешь увидеть человека и помочь человеку в глубине. И я думаю, что сейчас идет много программ, чтобы обучать в регионах медперсонала. Но это постепенно идет. Еще советский подход к людям, да? Довольно жестко. Это надо отучиться. Это не сразу же, не за ночь. Они к вам приезжают, да? За опытом? Ну, это фонд Вера. Занимается их, они к нам. Они очень большие. Они умнички. Они приходили к нам сюда в эфир, рассказывали о своей деятельности. Это много делают. И это постепенно, я думаю. Но не за ночь. Ну, конечно. Я вот как раз по этому поводу сижу и думаю. Можно обучить каким-то навыкам профессиональным, как человеку помочь уменьшить его боль, да, облегчить его страдания. Но невозможно научить тем вещам, о которых вы нам рассказывали уже вот сейчас, за это время. Невозможно научить тому, как человека увидеть, как его услышать и понять не физическим образом, а на каком-то совершенно другом уровне. Да, просто фактически... Ну, я не знаю, дотронуться до души, что ли, до его. А это всегда момент какого-то предельного доверия, возникающего между врачом и больным. Это должно быть согласие с обеих сторон. Это и больной должен доверять, и врач должен хотеть вот этого прикосновения. Это же, я не знаю, это такие материи, которые должна быть такая внутренняя подготовка, мне кажется, какая-то закалка и духовный опыт. Прошу прощения. Я думаю, что да. Это высокий штиль. Чтобы не защищаться против боли человека, против гнева, может быть, у человека, против отчаяния. И это значит быть открытым, оставаться открытым. Это выбор. Есть люди, есть врачи, которые говорят, нет, но до половины, не дальше. Это то, что они могут дать. Но если только ласку дать, и то хорошо, и не грубости. Тоже много, да? Это может быть не стопроцентно, но и то хорошо. Не грубости, да, хотя бы так. А вот опять же, возвращаясь к открытому сердцу, вот вы человек с открытым сердцем, и есть люди, которые идут с вами на контакт, а есть те, которые бьют. Наверняка же. Бывает же больно. Если вы с открытым сердцем, вы же туда собираете всё. И не только какое-то взаимное вот это доверие туда проникает, но и всё остальное тоже. Ну, это неизбежно. Нельзя быть половиной открытой, половиной закрытой, да? Конечно, есть вещи, которые больно, которые трудно. Особенно потому, что чужая здесь. Это всегда я. А вы себя до сих пор чужой чувствуете? Ну, я всегда чужая, потому что акцент есть, и я не русская, и так далее. Это видно. Это видно. И я не чувствую, что это плохо, но это факт, да? И это, я думаю, что всегда будет так. Потому что как я смотрю на жизнь, как я живу, совсем по-другому, чем обычно. Ну, знаете, я вот вам что скажу. Я-то вообще, вот если бы вы не говорили, я бы и не сказал, что вы не русская, предположим. А акцент вашей понимания и владения, что самое главное, русским языком, очень многие люди, которые работают из Средней Азии, здесь могли бы позавидовать. Вот, так что вы очень даже русская в этом смысле. Я хочу задать вам неудобный вопрос. Давай. Что вы думаете об эвтаназии? Эвтаназии, я думаю, что это крик души о помощи. Я думаю, что в наше время, когда можно обезболивать человека, это в первую очередь, это просьба врачей или медперсонала, чтобы быть рядом. Это первое. Я думаю, это сложный вопрос. Я думаю, что... То есть, прошу прощения, вы хотите сказать, что когда человек просит сделать ему эвтаназию, он на самом деле хочет другого? Он хочет, чтобы с ним кто-то был рядом? Часто, я думаю. Или он думает тоже, что это проблема. Думаю, что он обузы, особенно здесь в России, обузы для семьи. Он уже месяцами или годами лежит в постели, надо нянку, или человек не может работать, потому что надо быть рядом с родственником, и чувствует себя обузой. И я думаю, что ответственность тех, которые вокруг него, очень большая, чтобы они не передали, что действительно тяжело им. Или просто сказать, нам тяжело, но мы тебя любим. Это когда человек окружен любовью, я думаю, что он не просит эвтаназии. Может быть, так болит, он боится, это много страхов есть. Он может боиться, что потерять контроль. Может быть, боль будет такой, что он не может выдержать. Он может бояться, что он не может дать своей жене то, что он раньше мог дать, и так далее, и так далее. Я думаю, что надо выговорить о том, что за этим стоит, за проспу эвтаназии. Надо, 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 чтобы была связь с человеком. Я помню, у нас лежал, я часто о нём говорю, потому что был такой яркий случай. Лежал у нас больной, молодой человек, ну, сорок с лишним лет, парализован позвоночником. И он лежал долго. И один день он мне говорит, Фредерик, я хочу покончить с собой. Я говорю, ну, это не решение вопроса. Я вышла. И у него была жена, которая приезжала после работы. Это было как будто очаг очень тёплый и так далее. Но он чувствовал себя обузой. И через несколько дней я вхожу, и он говорит, Фредерик, я не хочу уже покончить с собой. Я говорю, почему, что случилось? И он говорит, он не был очень набожный, не очень верующий человек. Он говорит, Бог мне показал, что у меня есть задача. Я говорю, какая задача у тебя? Я буду проводником для всех тех, которые после меня придут туда. И для него это было достаточно, чтобы не захотеть покончить с собой. И я думаю, что страдание и осмысление страдания, то есть если есть задача в страдании, это совсем другое дело. Тогда уже на задний план часто уходит. Проблемы автаназии. Но это высший пилотаж. Это просто высший пилотаж, находясь внутри страдания, понять, что это не задавать себе вопрос, ни за что, ни почему я, а для чего. Ну, Франкл, Виктор Франкл об этом очень явно говорит. Вопрос не о том, что я могу взять в жизни, что я могу давать. Если есть задача, что я могу что-то давать, хотя я не могу делать, как обычно. Это проблема, что мы всегда хотим делать. И быть мне умеем. И об этом надо говорить, что есть много, что можно ещё давать людям, ближким. Вне зависимости от физического состояния. Да, да. Светлый вечер на Радио Вера Фредерико де Граф, волонтёр Первого московского хосписа, сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. И хотелось бы теперь у Фредерико вернуться к вашей книге, которая называется «Разлуки не будет». Она выходит 24... Вернее, она не выходит. Презентация этой книги 24 сентября. Вышла она в издательстве Никея. А презентация пройдёт в культурном центре Покровские ворота. Начало в 19.00. Мы, наверное, можем пригласить наших слушателей на эту презентацию. Кто хочет, да, просто верьте. Маленький зал только. Ничего, постоим в своё время в спектаклях театра на Таганке. Висели, да, на люстрах. Люди висели на люстрах и сидели и лежали в проходах, лишь бы попасть там. Или жужжали. На Гамлет или на Авось, условно говоря. Давайте немного поговорим о вашей книге. Расскажите нам, пожалуйста, вообще про что она, ну, почему она так называется. Мы поговорили в самом начале нашей программы. О чём эта книга? Для кого она? Я надеюсь, что это может быть в помощь всем тем, которые будут читать. Потому что я совершенно не собиралась писать книгу. Я в течение 10 лет беседовал и легче читал в разных институтах. И все мне попросили, чтобы я книгу писала. Я сначала говорю, нет, 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 не буду. И в один момент было столько просп, что я думала, что, ну, может быть, надо. Потом Никея сам подошёл ко мне и сказал, вы не могли бы писать книгу. И потом священник в нашем храме, который совсем меня не знает, говорит, ты должна писать книгу. Со всех сторон. Пора со всех сторон. И в прошлом году с моей подругой Марией Граусманом мы сидели просто субботу-воскресенье. И о чём я говорила во время своих бесед, мы написали всё. Но более по порядке. Сначала проблемы диагноз, как можно реагировать и какие способы есть. Потом, когда человек болеет, потом, когда он стоит уже прямо перед смертью, проблемы боли, проблемы разлукой с близкими, переживание горя, что будет делать человек, когда умер самый близкий человек, какие переживания и как можно пережить, или какие есть выборы, как пережить, ну и так далее. Есть же опасность ещё определённая. Люди уходят в депрессию, да, там, ну, кто-то, в общем, склоняется к бутылке, чего там греха таить, кто-то находится в таком отчаянии, что ему и самому-то помощь нужна, вот, немедленно, там, психологическая, даже, возможно, даже психиатрическая. Поэтому это, мне кажется, очень важно. Ещё и для близких важно. Да. Потому что мы говорим сейчас про больных. Да, я много говорю про родственников, потому что это одно целое. Когда близкий человек умирает или боли, мы переживаем иногда больше, чем человек, который сам умирает, потому что есть ощущение беспомощности. Что я могу делать? И на самом деле есть, что можно делать, но об этом идёт речь. В книге это не философия, это опыт уже много лет, 14 лет в хосписе, и в Англии работала, в больницах, в онкологических больницах, и в хосписах английских разных работала, плюс своя клиника была, так что опыт большой. Это не философия, это просто то, что я вижу, что живёт у людей, которые и у себя тоже, потому что у меня тоже есть свой опыт в потере. Как можно реагировать, и какие вопросы есть. Это не обучение, это просто... Я бы хотела делиться с человеком, что происходит, и как можно жить, несмотря на то, что есть боль. Вы говорите, Володя, ты называешь книгу «Разлуки не будет», Фредерико, да, говорит именно о разлуке. У меня в голове всё время стучит другая фраза из русской литературы, уж прошу прощения, да, «Смерти нет». Она есть у Булгакова, она у Пастернака встречается, в романе «Доктор Живага». Но вот эта перекличка, она почему-то неизбежна, да, на уровне ассоциации, да, «Разлуки не будет», «Смерти нет». Я правильно понимаю смысл вашей книги? Да, да. Это да, потому что жизнь продолжается. И мне кажется, в совсем другом русле, более живом русле, тем живом русле, тем здесь. И я думаю, что хоть как-то чувать, что есть жизнь, да, продолжается, разлука будет, может быть, времени физические, тем больше человек будет в молитве, он тогда, разлука не будет внутрь с человеком. Ну, это если он будет в молитве. Ну, если не в молитве, можно сказать вот этот пример. Это вам дано? Нет, ничего не дано. Можно, можно, надо работать над собой. Да, кстати, я тоже соглашусь с Фредерикой, потому что, может быть, дано, и человек, может быть, даже возьмет это то, что ему дано, а потом возьмет и бросит. Это совсем и навсегда до гробовой доски. Поэтому путь разный. Да. Но очень много людей говорят, я видел его во сне, да, неверующие люди, я видел моего сына во сне. Был такой случай, у нас была молодая девушка, 12-летняя, умерла у нас давно, и мама плачет, плачет, и она появилась, ей говорит, мам, не плачь, мне хорошо здесь, пока, у меня есть много дел, и убежала. Но это человек, который видел, что жизнь продолжается, и факт, о чём я говорила, что мама со мной разговаривает, я чувствую, что она рядом, да, но люди не делают следующий шаг, значит, они живы, да, это, они принимают вот этот факт, но что они живы, это следующий шаг, который ещё неосознанно внутри, но это и есть. Вам, наверное, приходится такие примеры приводить, когда вы общаетесь с близкими ваших подопечных, когда вы пытаетесь их каким-то образом утешить, а вообще какие слова можно было бы говорить людям, потому что, ну, в кругу, наверное, каждого из нас есть ситуации схожие, хочется каким-то образом близких поддержать, и не всегда знаешь, как. И знаете, когда не знаешь, как, лучше молчать, просто быть рядом, потому что утешит человека, сказать, ну, всё будет хорошо, и не бойтесь, и не плачь, и так далее, это... Не работает. Не работает, и унизительно, потому что это значит, что мы стоим над ним, вместо того, что мы рядом, просто быть рядом. Можно сказать, я тоже не знаю, но мы вместе, я тебя люблю. Вот думаю, что больше ничего можно сказать, если человек больше не знает. Если что-то знает, проповедь ни в коем случае, потому что это тоже над ним. Он-то только знает, что значит стоять перед смертью. Мы ничего не знаем, да? Мы можем говорить о том, что у меня есть какой-то опыт, что жизнь продолжается, если это есть, ну, не выдумка, да? А иначе просто молчать и быть рядом. И то это много, мне кажется. Фредерико, вы когда описывали хоспис и говорили о том, какое впечатление это место производит на людей, опять же, вот с точки зрения, ну, какого-то утешения, что ли, да, и для больных, и для их близких, вы говорили о том, что там у вас всякие животные тоже встречаются. А это зачем? Вот я видела на фотографиях морских свинок, видела кого-то ещё ёжики, вас с ёжиком видела. Это с какой целью? Для вот какого-то, я не знаю, реабилитации какой-то? Я думаю, что это, во-первых, знак жизни, что жизнь продолжается. И да, есть проблема, есть человек, который стоит перед морепереходом, но жизнь продолжается. И я думаю, что это в хорошем смысле отвлекает от себя, потому что есть всегда опасность, чтобы замыкаться в себе. Я сама вижу, когда я прохожу мимо птиц, которые там есть, это какая-то радость, какая-то лёгкость, да, хотя все говорят в госпитале какая-то лёгкость, которая не ожидается, но, во-первых, красота, о чём мы говорили, это тоже даёт жизнь, даёт умиление, и даёт смягчить сердце, когда сидишь перед, перед, ну, скажем, перед ёжиком, если любишь ёжик, кто-то же ёжиков-то не любит, и не перепереть. Заворчал. Ну, у нас тоже есть там крысы, может быть, не любят, но они очень умные. Крысы очень умные. Они тоже, они катаются в шарике, и это интересно, наблюдать что-то вне себя, которое говорит про жизнь. Не замыкаться, да, вот на себя. Да, я думаю, что да. Ещё у вас там есть разные штучки прибамбаса, с позволения сказать, на территорию хосписа, я знаю, что можно кататься там, как вот это называется, на двух колёсах такая штука. Я сама не знаю, как называется, но это, ой, в парках, в парках очень много. Так прекрасно. У нас была одна женщина, это была одна женщина, и она была жена человека, который лежал у нас долго, у неё паркинсон, и раковая болезнь. И она очень отважная, и однажды она тоже на этой скутере, она стоит там, и ветер, и у неё белые волосы уже седые, и за 70 лет она крутилась вокруг хосписа. Это была красота, смотреть на это, как она с наслаждением так-то каталась вокруг хосписа. То есть у вас и родственники пациентов тоже каким-то образом снимают стресс? Да, очень много, потому что это одно целое. Если родственникам легче, тогда больному легче. Если кому-то плохо, тогда наравне я обращаюсь к родственникам, и лечу их, и лечу им больных. Не рекомендуйте им покататься вокруг. Ну, я не пока, я 70-летняя женщина, не, 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 не сложила. Я даже думаю, о, если оно пойдёт, это всё. Она сама захотела, и каталась. Это было прекрасно. Волонтёр первого московского хосписа, врач-рефлексотерапевт Фредерика де Граф была у нас сегодня в светлом вечере. Не забудьте про её книгу «Разлуки не будет», которая вот только-только-только вышла. С вами были Владимир Емельянов Фуэлла Митрофанова. Мы хотим напомнить вам, что все наши эфиры есть на сайте радиовера.ру, и у нас есть возможность для комментирования и для того, чтобы вы, слушатели, задавали вопросы нашим гостям. Мы анонсируем ближайшие наши эфиры, темы ближайшей записи. Сами. Да, да, вы можете задавать вопросы нашим гостям и оставлять свои комментарии. На сайте есть соответствующий раздел «Голос слушателя», а также есть в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбуке страница «Радио Вера». Пожалуйста, обращайтесь и туда. Мы очень ценим ваше мнение. Спасибо вам. Спасибо вам. До свидания, уважаемые радиослушатели. Светлый вечер на «Радио Вера». Продолжение следует...